Здравствуйте! В эфире информационная программа «День» о событиях в Уральском федеральном округе в студии Ярослав Бородин. Вы узнаете о самом важном и интересном из жизни шести регионов. И вот коротко основные темы. Индивидуальный подход. Общественники просят изменить правила перевозки детей-инвалидов. Баснословные счета. Жители нескольких тюменских новостроек жалуются на огромные суммы в платежках. Все равны, как на подбор. 15 южноуральцев отправились служить в президентский полк. И новости культуры. В тюменских автобусах читают стихи. Американские школьники посетили Югру. И какие новогодние турмаршруты предлагает Свердловская область, расскажет гостья дня. Активисты Народного фронта требуют срочно изменить правила транспортировки детей-инвалидов. С учетом медицинских показаний. Родители сталкиваются с этой проблемой ежедневно. Больного ребенка просто невозможно посадить в автокресло. Последней каплей для общественников стал случай в Ульяновске. Юлия Першина разбиралась в проблеме. Ольга Новика возвращается с дочерью после занятий с логопедом. Впереди путь домой в соседний поселок. И эти несколько километров для девочки-инвалида – большое испытание. Нам очень важно, чтобы она сидела на первом сидении. У ребенка есть быстрая утомляемость в силу особенностей развития и состояния здоровья. И когда она устает, откидывает сидение и спит. Ева может потерять сознание. Тоже особенность состояния здоровья. Поэтому мне очень важно всегда, чтобы она была рядом, контролировать. Как тебе удобно спать? Все. Головку повернула и спим. Мама понимает, располагая дочку в машине таким образом, она нарушает правила перевозки детей. Закон требует, чтобы ребенок находился в автокресле. Но оно Еве не подходит. Засыпая или теряя сознание, она неловко заваливается и может удариться головой. Правила принимают люди, которые не сталкиваются в жизни с такими ситуациями. Ведь они не знают все эти тонкости. Они не живут рядом с такими детьми. Поэтому сложностей много. Летом нас оштрафовали за то, что ребенок сидел на переднем сидении, несмотря на то, что была специализированная подушка. По словам общественников, сегодня многие родители возят лежачих детей инвалидов на свой страх и риск. И рассчитывают лишь на понимание инспекторов ГИБДД. Если это ребенок с ДЦП, то его не всегда возможно перевезти, сидя, как положено по правилам дорожного движения. Сейчас обсуждается этот вопрос среди родителей. То есть я опрашиваю родителей, кого штрафовали за то, что ребенок ехал лежа. Потому что невозможно перевезти ребенка. И есть такие случаи в нашем городе. Самый громкий случай произошел в начале ноября в Ульяновске. Отец мальчика, страдающего тяжелой формой ДЦП, дошел до президента. После того, как его в очередной раз оштрафовал принципиальный инспектор ГИБДД. Так вот на руках мы едем по дороге. Если ребенок устает, если ездим, допустим, в Москву, ребенок устает, мы его перекладываем на кровать. Вот так вот на кровати. Мужчина утверждает, в правила дорожного движения нужно внести поправки. Инспекторы ДПС на нас могут существовать каждый день. Закон о стороне инспектора. Со стороны лежащего ребенка инвалида нет закона, который бы защищал его интересы. Обращение было услышано. Активисты Общероссийского народного фронта обратились к федеральному правительству с предложением изменить правила перевозки инвалидов, имеющих особые медицинские противопоказания. Надо исключить обязанность водителя перевозить такого ребенка в том числе. С помощью детского кресла это должен быть медицинский перечень, разработанный Минздравом. Это должно быть изменение в ПДД, которое должно МВД, собственно говоря, внести. В своем обращении общественники сделали пометку срочно. Тем не менее, на все согласования может уйти минимум несколько месяцев. Юлия Першина, Альберт Полудницын, информационная программа «День», Свердловская область. Крупная коммунальная авария в Екатеринбурге. Сегодня утром без отопления остались десятки домов и социальные объекты. Под удар снова попали жители микрорайона Эльмаш, где во вторник на полдня отключался свет из-за энергоаварии. Порыв теплотрассы произошел в 8 утра. Без отопления оказались 69 многоквартирных жилых дома, одна школа и детский сад. На месте работали две аварийные бригады, в том числе 4 единицы техники, 8 человек. Выезжала оперативная группа МЧС. К обеду ремонтники заменили участок трубопровода и начали подключать потребителей. Коммунальный беспредел в Тюмени. Жильцы нового комплекса больше полугода получают баснословные счета за коммунальные услуги. Суммы в платежках варьируются и доходят до 34 тысяч рублей в месяц. В ситуации разбиралась Ксения Моисеева. Семья Фаина Бакиевой квартиру в новом жилом комплексе купила в августе. Радости не было предела до первой платежки за коммунальные услуги. Тепловая энергия составляет у нас 6485 рублей 67 копеек. И первый же месяц у нас получился счет на 9980 рублей 23 копейки. Хотя мы в этой квартире еще не живем, квартира в процессе ремонта. И это несмотря на то, что в каждой квартире комплекса пятый квартал установлены индивидуальные приборы учета теплоэнергии. По их показаниям жильцы должны платить за услугу в разы меньше. Проблема жильцов в том, что их дома заселены всего на 30%. Большая часть собственников в квартирах не проживает. А значит и показатели с приборов учета в ТРИЦ не передает. В ГВС раскидываются, кто подал. Соответственно, кто не подает, мы за них платим. Нас это конечно же не устраивает, потому что за 18 тысяч за месяц я не собираюсь оплачивать эту сумму. Вопрос взяли на контроль депутаты. Предлагают даже сменить управляющую компанию Евродом. Ведь ее жильцы квартала не выбирали. А значит и способ оплаты тепловой энергии им был навязан. Платить за услугу с квадратного метра квартиры жителям новостроек было бы гораздо выгоднее. В остальном управляющая компания действует в соответствии с законом. И это уже подтвердили несколько проверок областной жилищной инспекции. На сегодня коммунальщики как могут выявляют неплательщиков и пытаются вернуть деньги жильцам. Иногда это бывает долго, но тем не менее. Вот в частности на примере шестой квартиры я вам показывал. Да, действительно был большой платеж. Но теперь уже на протяжении четырех месяцев не выставляется, вообще не формируется квитанция. Так как ТРИЦ пояснил, что раз минусовые показатели получаются, то есть есть у человека переплаты до квитанции, просто не формируется. Но не факт, что платежки с огромными суммами не придут вновь. У собственников квартир есть и другой выход. Объединиться с коммунальщиками и составить акт о фактически проживающих жильцах новостроек. Направить в органы внутренних дел, где на проживающих будет составлен административный протокол, и вы уже сможете начислять по фактически проживающим. Однако пока многие жильцы новостроек нашли выход из положения. Они демонтируют индивидуальные приборы учета и платят за тепловую энергию по нормативу с квадратного метра квартиры. Ксения Моисеева, Сергей Жернаков. Специально для информационной программы «День». Тюмень. Сейчас коротко о том, что еще интересного произошло в регионах Уральского округа. Челябинские следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновников, выдавших девушке сиротя дом, построенный из железнодорожных шпал. Здание, непригодное для проживания, было куплено за 900 тысяч бюджетных рублей в Кунашакском районе. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должных полномочий». В настоящее время следователям Следственного комитета проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления. В Ураль спасены дети, игравшие на местной реке. Об опасной прогулке подростков в полицию сообщили очевидцы. Прибыв на место, полицейские и спасатели вывели детей на берег, предварительно обвязав их веревкой. Правоохранители провели с несовершеннолетними беседу и вызвали в отделение родителей. Школьники пояснили, что вернулись на реку за удочками, с которыми накануне рыбачили. Первая ласточка сегодня пролетела по Тюменской области. Скоростная электричка совершила тестовую поездку. Напомню, уральские ласточки уже хорошо зарекомендовали себя в Сочи и в Свердловской области. Из Тюмени хотят пустить до Ишима, Тобольска и Екатеринбурга. Сейчас власти обсуждают возможность покупки электропоездов. Поезд, премиум класса. Есть поезда с выдвижными ступенями. Мы вам показали новую разработку, последнюю разработку, которая будет эксплуатироваться на железных дорогах с высокими посадочными платформами. Пути выхода из кризиса искали. В Екатеринбурге в город приехали ведущие мировые эксперты, чтобы обсудить развитие страны в непростых экономических условиях. Вывод. Регионам нужно рекламировать свои преимущества. Будь то нефть или отходы, готовые к переработке, чтобы привлечь инвесторов. А пока деньги в основном стекаются в центр России. Это кризис бюджетов, это кризис инвестиций, это кризис доходов населения. С деньгами у регионов не очень здорово. Четверть почти инвестиций на национальную экономику всех бюджетов. И это инвестиции города Москва. Вы смотрите информационную программу «День». Мы продолжаем. 15 южноуральских призывников удостоились высшей чести. Они будут служить в президентском полку. Их отобрали из 4000 претендентов. На почетную службу новобранцев провожал Егор Хвисюк. Служите своей родине, так чтобы ваши родные и близкие всегда гордились вами. Родите и умножайте славу Южного Урала. 15 молодых людей уже коротко пострижены и одеты в камуфляж. Выслушивают напутственные слова. Сегодня им предстоит отправиться к месту прохождения военной службы. Внимательно слушает командира Алексей Мехков. Честно, пока только неизвестность где-то такая. Все равно не знаешь, как там будет точно, досконально. А в принципе, не переживаем по этому поводу. Ничего такого страшного не ожидаем. Со сборного пункта Южный 15 южноуральцев отправляются на службу в президентский полк. Их отобрали из почти 4000 новобранцев со всего региона. Ведь этот полк, пожалуй, самый известный в стране. А служба в нем считается особо почетной. В его боевые задачи входит защита объектов московского Кремля, официальной резиденции президента России. Это подразделение принимает участие в особо важных для государства мероприятиях. Несет вахту возле вечного огня. Его выступление на парадах победы всегда одно из самых показательных. По традиции, со сборного пункта призывников провожают ветераны президентского полка. А также те солдаты, которые несколько дней назад закончили службу там. Среди них и Сергей Егоров. Дают, так сказать, путевку в будущее в плане того, что рекомендации предоставляют высшее учебное заведение на внеконкурсное поступление. Именно этой возможности я и пытаюсь воспользоваться. Пока точно не знаю. Может быть, в какое-то военное высшее заведение. На поезд до Москвы 15 новобранцев сядут уже сегодня ночью. А пока им желают удачной и легкой службы. Егор Хвисюк, Айдар Насыров. Специально для информационной программы «День. Челябинск». Нападающий питерского СКА хоккеист Павел Датсюк сегодня оставил крюшку дома и пошел на экзамен. В своей выпускной работе звездный игрок сравнил управление детским хоккеем в России и Канаде. Как прошла защита диплома, расскажет Роман Марьяненко. Вместе с именитым спортсменом на его родную кафедру сегодня прибыл и целый десант журналистов. Правда, в аудиторию представителей прессы приглашать не стали. Чтобы дать возможность Павлу Датсюку в спокойной и сосредоточенной обстановке защитить свой диплом. На написание научной работы у известного хоккеиста ушло не менее полугода. Около 40 минут ожидания пролетают незаметно. Двери аудитории открывают только тогда, когда становится известно. Датсюк защитился. Причем сделал это на отлично. Знаменитый хоккеист выглядит взволнованным. По специальности менеджментной организации присваивается квалификация. Менеджер в сфере физикультуры и спорта Датсюку. Павлу Владимировичу. Можно поздравить. Свою выпускную работу Павел Датсюк посвятил развитию детского хоккея. Он сравнил, как готовят юных хоккеистов у нас в Свердловской области и в канадском Детройте. По мнению Датсюка, многие иностранные методики сегодня можно взять на заметку. Тема близкая ко мне на самом деле. Столкнулся с этим напряжением 10 лет. Сталкиваюсь с этим и смотрю, как это все развивается. Я думаю, что я чем-то смогу помочь всем, кто в этом участвует, тренерам и также детям. Члены комиссии отметили, что в работе Датсюка есть полезные советы по подготовке спортсменов к хоккею с 5-летнего возраста. В нашей стране детям дают клюшки только по достижению 9 лет. Возможно, благодаря Павлу госстандарты пересмотрят. Конечно, те рекомендации, которые уже пойдут в детские спортивные школы Свердловской области. В 30 городах развивается хоккей. Мы хотим, чтобы хоккейная школа России была вновь красной машиной во всех возрастных категориях. В силу своей занятости чемпион мира по хоккей учился в Урфу по индивидуальному графику. Но это не помешало Датсюку блестяще защититься. В разные годы то же самое сделали и другие известные уральские спортсмены. Чемпион мира по боксу Константин Дзю, олимпийский чемпион-биатлонист Антон Шипулин. Роман Марьяненко, Вадим Шолохов. Информационная программа «День». Екатеринбург. На этой неделе Екатеринбург и Челябинск посетил финский Санта-Клаус Йоллу Пукки. Визит волшебника дал старт зимнему предпраздничному сезону в Уральском округе. О самых интересных и необычных новогодних туристических маршрутах моей коллеге Татьяне Звежанской рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова в рамках программы «Гость дня». Итак, у нас в студии Эльмира Туканова, директор Центра развития туризма Свердловской области. Здравствуйте, Эльмира Наилевна. Ну, вот говорят, финский Дед Мороз у нас замерз в Екатеринбурге, когда был на этой неделе. Ну, правда, вот зиму нам действительно такое очень холодное обещают. Расскажите, ну, нам, наверное, не привыкать. Куда можно поехать туристам и взрослым, и детям в предновогодние праздники, в новогодние праздники? Ну, на самом деле, в каждый сезон у нас все больше и больше предложений. В этом году в связи с, скажем так, некими такими реалиями, с которыми нам приходится работать, в том числе и погода, да, и там какие-то изменения в экономике, в политике, это все влияет на туризм. Абсолютно все. И в связи с этим наши туроператоры и отели подготовили специальное предложение на краткосрочный отдых. В основном это для жителей соседних регионов, которые, собственно говоря, являются частыми гостями в Свердловской области. Это специальное предложение, в которое включено, ну, просто минимальная стоимость по проживанию, чуть ли не 60-ти процентной скидкой. Порядка 10-12 отелей в Екатеринбурге работают с этой программой Weekend в Екатеринбурге. И сюда включена минимальная экскурсионка с посещением основных объектов, которые представляют интерес для наших гостей. Ну, таких, как, например, Ельцин-центр, который еще не все наши соседи посетили. Это такие объекты, как Верхняя Пушма, Музей боевой славы, который в этом году был достоин высшей награды в туризме. И они просто замечательно представили наши патриотические маршруты. И, конечно, очень интересное предложение, своевременное предложение от Уральского парка сказов в Рамиле, непосредственно в городе Екатеринбурге, можно сказать, где ежедневно будут праздничные программы с участием Урала Мороза и других сказочных героев. Кстати, в парке сказов откроется еще и каменная кладовая хозяйки Медной горы. Поэтому все это увидеть, посетить, побывать в сказке настоящей, уральской сказке, можно будет в течение новогодних каникул. А зарубежных гостей тоже ждем? Что-то для них, может быть, особенное с какой-то уральской спецификой тоже приготовили? Ну, вы знаете, как показала практика, зарубежным гостям интересно ровно все то же самое, что и нашим россиянам. И, конечно, особенно их интересует наша промышленность, наше индустриальное наследие и будущее индустриальное. Поэтому такие объекты, как Невьянская башня с историей Демидовых, такие объекты, как Алапаевская узкоколейная железная дорога, и те объекты, которые я ранее перечислила, Уралвагонзавод с его музеем замечательным, это все тоже будет очень популярно в эти праздничные дни, тем более там готовятся специальные программы экскурсионные. Кстати, Нижний Тагил разработал целый ряд экскурсионных маршрутов по городу, и мы надеемся, что иностранцам также будет очень интересно у нас на Урале. Кроме этого, подготовили специальные экологические туры с катанием на собачьих упряжках, на оленьих упряжках, наши природные парки. Можно будет посетить замечательный комплекс, центр реабилитации птиц, халзан, в котором непосредственно можно увидеть диких птиц, которые попали в какую-то беду, и они там сейчас восстанавливаются. И еще мы приготовили очень интересный такой проект, он будет реализовываться в конце года. С начала декабря Уралмороз у нас будет тестировать зимние продукты, туристические продукты Урала Свердловской области, будет ставить свой знак качества. Ну, вот как у Лены Леточей там проверено, значит, Лена Леточая, у нас будет проект проверено Уралморозом, где в зимние каникулы нужно и можно хорошо отдохнуть. И вот эта вот наклеечка, она такая, в виде снежинки с надписью «Проверено Уралморозом», это будет говорить о том, что действительно там можно хорошо и весело отдохнуть, получить полный спектр услуг и получить хорошее впечатление от зимнего отдыха на Урале. С 21 числа, я знаю, что ВАЯ, что же такое по регионам Уральского округа, тоже будете презентовать, да, маршруты различные туристические? Да, вы знаете, для того, чтобы актуализировать, у нас очень много современных объектов появляется. И, к сожалению, турбизнес соседних регионов не всегда эту информацию может получить из первых рук. И поэтому мы традиционно, так же, как весной мы проводим Большой Урал и презентуем наши туристские продукты, то зимой мы традиционно выезжаем в города и встречаемся с представителями отрасли в других городах и рассказываем им о том, что приготовила зима на Урале. Поэтому в этом году мы поедем в Челябинск, Сургут, Тюмень, в Пермь и расскажем нашим соседям о тех замечательных маршрутах, специальных предложениях для туристов, в замечательных программах. Я думаю, что это будет очень продуктивно и актуально как раз в преддверии каникул. Будем ждать гостей из соседних регионов в том числе. Спасибо вам большое за беседу. Я напомню, на студии была Эльмира Туканова, директора Центра развития туризма Свердловской области. Мы говорили о предновогодних туристических маршрутах. Далее у нас новости культуры. Ника Сафронов Ника Сафронов привез в Екатеринбург портреты звезд шоу-бизнеса. Школьники из Лос-Анджелеса променяли жаркие пляжи на югорские сугробы и в Тюмени автобусы начали читать стихи. Здравствуйте в студии Анна Авдеева и сейчас о главных культурных событиях Урала за прошедшую неделю. В Екатеринбург с персональной выставкой приехал известный российский художник Ника Сафронов. На Урал привез 150 своих лучших картин. В экспозиции пейзажи, написанные в авторском стиле Dream Vision и известная серия «Животные тоже люди». Есть и эксцентричные портреты звезд и политиков. Кстати, как рассказал сам автор перед выборами в США, он написал портрет Хиллари Клинтон. Правда, пока героиня его не передал. Я писал до этого девушку Клинтон с нелюбовью. Но портрет получился удачный. А потом мне Лавров сказал, что может придет и Трамп даже. Я думал, дам Путина и ее. Теперь ее убрали. В ночь перед приездом в Екатеринбург Сафронов все же написал и портрет Трампа. Художник надеется, что подарок наладит отношения России и США. Кстати, американцы уже заинтересовались российской культурой. Делегация школьников из Штатов и Европы прилетела в небольшой поселок в Югре, чтобы познакомиться с нашими традициями. На севере иностранцы будут учиться год. Адриана Альфонсо из Лос-Анджелеса, чтобы пожить российской жизнью, копил деньги целый год. Больше всего меня поразила школа. То, что дети всех возрастов находятся в одном здании. И первоклашки, и подростки. Малыши такие звонкие. Они бегают. И никто никому не мешает. Наверное, еще больше иностранцев бы удивили российские автобусы. В Тюмени в них, например, читают стихи. Чтобы приобщить жителей города к литературе, на городские маршруты вывели поэтический общественный транспорт. Пассажиры слушают произведения Пушкина, Есенина и даже местных тюменских поэтов. Каждое выступление чтецов пассажиры встречают аплодисментами. Курганцы в автобусах стихи пока не читают, зато поют и танцуют. Причем уже полвека. Детская школа искусств имени Громова отметила 50-летний юбилей. Образовательное учреждение славится разнообразием направлений. Школьники ходят на уроки музыки, хореографии, зоу, занимаются фольклором. Среди преподавателей заслуженные работники культуры, ну а воспитанники – постоянные призеры конкурсов и фестивалей. Контингент у нас сейчас самый большой в городе и в области 1400 детей. Но только за последние три года свыше 900 детей стали лауреатами, дипломантами от международного до городского конкурса. Искусству все возрасты покорны. Жительница Челябинска открыла в себе талант живописца в 53 года. После выхода на пенсию женщина записалась на художественный мастер-класс и больше не смогла остановиться. Каких успехов ей удалось достичь, расскажут наши коллеги. Это первая такая большая картина. Крымское настроение, летящее дерево, клоун Кузя. Эти картины менеджер по профессии «Любовь» нарисовала совсем недавно. Хотя освоить живопись мечтала еще со школьной скамьи. Когда ты не очень хорошо рисуешь, а учитель тебе говорит, да ты вообще ничего не умеешь. И все. И ребенок думает, что он правда вообще ничего не умеет. Но такая была страсть и желание что-то попробовать и нарисовать. Мечта сбылась после выхода на пенсию. Желание творить привело любовь на мастер-класс по живописи. Сейчас у начинающего художника около сотни картин в стиле импрессионизма и абстрактного пейзажа. С каждым днем женщина проводит все больше времени у холста. Это для души, отдушина. Это как танцы, как пение. Некоторые даже удивлялись, и мои знакомые, что это ты сама нарисовала. Да не может быть. Я говорю, ну да, сама. Новому увлечению обрадовались и родственники. Женщины теперь на праздники они получают живописные подарки. Для дочки Александры мама лучше всех известных художников. Картины любови теперь украшают стены дома и даже офиса. Это было очень внезапно. И на самом деле, ну, поначалу, ну, какая-то неуверенность была. Думаю, ну, она не умеет рисовать. Ну, что это такое. А потом смотрю, одна картина классная, другая. Потом там дарить начали. Все такие, о, какие красивые картины. Сейчас пенсионерка готовит новую коллекцию картин в стиле Клода Мане. В будущем Любовь планирует открыть выставку, а после продавать свои шедевры. Цены обещают сделать приемлемые. Пенсионерам будут скидки. Кристина Виноградова, 31 канал, Челябинск. Специально для информационной программы «День». На этом в новостях культуры все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова